Председатель за созыв этого внеочередного заседания по просьбе Соединённого Королевства, Соединённых Штатов и Франции. Благодарю Ставна Домистору за его брифинг и за его стойкость. Режим Ассада и Россия превращают Алеппо в руины. Жители Алеппо – это простые сирийцы, которые уже так много пострадали и так долго. Теперь они столкнулись с беспрецедентной, неустанным натиском жестокости. И очевидно, что это натиск, который не может быть обеспечен исключительно ВВС Сирии. После пяти лет конфликта вы можете подумать, что режим уже привык к варварству, удовлетворил свою жажду крови, может теперь успокоиться. Но на этой неделе мы увидели, как режим и Россия, наоборот, пали ещё глубже и устроили настоящий ад в Алеппо. Противобункерные бомбы, которые используют для военных, даже используют для военных целей, теперь уничтожают дома, убежища. В результате гибнут десятки и сотни людей, зажигательные снаряды, которые имеют неизбирательное действие, сбрасываются на гражданские районы. И вновь Алеппо горит. И водоснабжение теперь также является мишенью. Это решает запасов воды нуждающихся. Трудно отрицать, что Россия является партнером сирийского режима в совершении военных преступлений. Буквально четыре дня назад мы слышали, как министр Арстана Диэлла Лавров прямо здесь говорил о том, что Россия привержена политическому мирному урегулированию. Россия привержена прекращению боевых действий. Сегодня эта приверженность похожа на то, как выглядит сейчас Сирия. Она полностью разрушена, безжизненна. И мы видим эту якую приверженность на лицах жителей Алеппо, которые покрыты белой пылью. Мы видим на лицах страдающих матерей и детей, медработников, которые оказываются под обстрелом. Как сказал генеральный секретарь, это мрачные дни для защиты гражданского населения. Эти разрушительные события доказывают то, что мы знаем уже давно. Россия должна спасать, а не блокировать усилия по возобновлению режима прекращения огня. Россия должна оставать условия для беспрекрасной доставки гуманитарной помощи, а не блокировать эти усилия. Россия должна создавать, а не уничтожать условия, которые необходимы для возобновления политических переговоров. Если Россия не сделает эти шаги, то она лишь подтвердит себя как статус пари на международной арене. И этот удар по гуманитарной автоколонии свидетельствует о том, что у России больше не остается никакого авторитета в этой связи. Конечно, Россия будет отвлекать внимание от преступлений, которые она совершает в Сирии, и будет показывать пальцем на оппозицию, и будет говорить об угрозе терроризма. Но все в этом согласны, что ИГИЛ и АНУСР – это террористы, их необходимо побороть. Не в этом вопрос. Но Россия и режим проводят удары не по этим террористам, а по всей оппозиции. Они осуществляют сотрудничество с ЕСБАЛО, которая является террористической организацией с точки зрения многих стран, включая и Лиги арабских государств, и, по сути, нападают на сельское население. Давайте не забывать, что режим ОСАДА при поддержке России уже погубил намного больше террористских лиц в Сирии, чем ИГИЛ и АНУСР вместе. Конечно, мы осуждаем акт терроризма, совершенный АНУСР и ИГИЛ в Сирии. Давайте также осудим тот террор, который ведет против сирийского народа режим ОСАДА и Россия. Они по-прежнему проводят бомбардировки по сирийскому народскому населению. Прочти каждый день сирийский народ никогда не забудет те разрушения, ту гибель, которую принес им режим ОСАДА. Они никогда не забудут, что Россия только потакала этому жестокому диктатору, который вел войну против собственного народа. Сирийский народ не забудет также и то, что международное сообщество и Совет безопасности, в частности, оказались не в состоянии прекратить эти бомбардировки, использование хлоровых бомб, не смогли предотвратить голод. Действия России в Сирии и в Совете безопасности привели к такому краху. Именно действия России затянули конфликт, затянули страдания. Именно четыре вета России за прошедшие пять лет не позволили обеспечить единство в Совете, и это позор для всех нас. И дипломатия оказалась таким образом лишенной авторитета. Совет безопасности должен принять теперь решение, а не просто призывать кого-то к чему-то. Что мы должны сделать для того, чтобы положить конец бомбардировке Алеппо и других гражданских районов в Сирии? Мы должны принять решение в отношении того, что мы можем делать для того, чтобы прекратить осаду и обеспечить доставку гуманитарной помощи. Мы должны говорить громко и ясно, что виновные за эти преступления будут привлечены к ответственности, включая варварское использование химического оружия режимом против собственного населения. Только таким способом можно положить конец страданиям, и только таким способом Россия может загладить вину за свои гнусные деяния в Сирии. Я благодарю представителей Соединенного Кривства за его выступление. Слово имеет представительство.